и студентов «Человеческий ресурс как фактор развития Арктики и северных территорий», которая проводится в рамках выигранного конкурса Российского фонда фундаментальных исследований 2018 года по организации российских и международных молодежных научных мероприятий. У нас в гостях участник этой конференции, студент из Японии, университета Саппора Сатоши Кондо. Здравствуйте. Сатоши, здравствуйте. Вот вы являетесь участником этой конференции. Чем она вам интересна? Мне интересуется, что эта конференция именно в Арктике и в Сибири. Наши народы тоже, можно сказать, это северные народы, потому что это очень важно. И еще это большая возможность, чтобы обсудить, о чем тема. Поэтому, да, я понимаю. А о чем вы будете рассказывать на конференции? Я планирую, чтобы рассказать о своем народе, это именно Айна. Это национальный менеджерство. Но сейчас много частей, например, язык и культура исчезают. Потому что я собираюсь, чтобы постановить то, что уже исчезает в культуре. Ну, поэтому я хочу пересказать про Айна. И я хочу еще сказать о местах, как постановить культуру. Ну, если говорить о науке, да, вот каковы ваши вообще научные интересы, в какой отрасли, в какой сфере они развиваются? Чем занимаетесь в научной точке зрения? Ну, в науке какие интересы у вас? Ну, например, я хочу, ну, я сейчас учусь, ну, русский язык, еще языкознание. Потому что, ну, моя специальность, можно сказать, это языкознание. Ну, поэтому, ну, вот это. А почему вы решили приехать именно в нашу республику? Потому что я учусь на хамусе, ну, так, это инструменты, да. Но я слышал, что на Якутске это очень известное место, ну, а хамусе, потому что, ну, я хочу учиться от того, что я приехал сюда. А как вы узнали о хамусе впервые? Я встречаю великого хамусиста, Спидон Сигин, ну, Иван Хамусе, потому что, ну, они сыграют на мероприятиях, ну, я там сидел, я слушаю, ну, великые инструменты на хамусе. А вот у вас на родине в Японии многие ли исполнители играют на хамусе? Нет, очень мало же. Ну, сейчас, ну, ну, молодые люди вообще не знают, что это, ну, как, ну, как называть, ну, вот это инструменты. Ну, вот у вас в планах есть, приедете на родину, будете своим друзьям рассказывать, может быть, учить будете на хамусе? Может быть, хотите в качестве подарка купить хамус, кому-нибудь привезти? Да, 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 поэтому я буду купить это на хамусе, это для, ну, подарок, ну, друзей, ну, профессор, это, ну, очень, как, ну, красивый, еще это, как, ну, интересный инструмент, я так думаю. Этот инструмент схож с вашим национальным? Да, да, да. А чем они похожи? Это, ну, бит на бит, это очень, ну, совсем другой, но, но звук это очень похож на Якутию. Затош, ну, вот каковы ваши вообще впечатления о Якутии? Чем вам, чем вам понравилась Якутия? Чем удивило? Холодно ли у нас? Ну, да, конечно, честно, но вообще холодно, но, ну, наш город, ну, максимум это минус 20 лет, ну, минус 40, 30 лет, ну, вообще, ну, не знаю, ну, как холодно. Но, но бит на город очень, как, похоже на наш город, потому что, поэтому я чувствую, ну, когда приехал, ну, как ностальгия. Ну, еще я удивился, что, ну, я пошел на фестиваль у всех, но там, ну, много человек собрается, что, и там, ну, сохраняется, что, ну, традиционная культура якутская, она очень хорошая жизнь. А вот, кстати говоря, если о культуре, да, культура Якутии и культура Японии, они чем-то похожи? Ну, ну, несколько частей, ну, конечно, это похоже, но это, ну, я думаю, это совсем другое, но, ну, например, ну, у нас нет, ну, сейчас уже нет, чтобы, ну, например, культура, ну, как скажи, ну, сейчас нет, ну, так это у всех, ну, это большой праздник. Праздник, у нас сейчас нет, ну, уже исчезает, ну, как современные стилизи, да. А вот вы сказали, что изучаете культуру аинов, а она похожа на якутскую? Да, например, ну, это другой стилизи, но есть вышивание аинского, это очень похоже на якутский. Еще есть танцы усоха, это якутская, да, она, ну, у нас тоже есть, но похоже на танцевать, называют это иоманты римусы или поро римусы. Это то, что один человек запоет это писание и все повторяет, да. Подхватывает. Да, да, да. Вот сегодня вы пришли к нам в национальном костюме, вот расскажите о нем, вот, что означает вот эти вот украшения, орнаменты. Это идеальные одежды, называют тетарапе, это сахаринские, аинские одежды. Но я делаю самостоятельно, я учусь с бабушкой, которая знает этот традиционный стиль, но то, что именно, ну, это значит сохранять себя из, ну, что-нибудь злой вещи, что-нибудь. Еще, это обычно, это материал из травы или дерева, но сейчас нет таких материалов, поэтому я другой материал употребляю. Давайте снова поговорим о хамусе, вот когда вы научились играть, как долго? Такие из бамбуками, это я уже учился два года, но такие хамусы, это, ну, национальный, я почти 8 месяцев учился. А можно вас попросить сыграть и на этом инструменте, и на этом? Хорошо. Ну, изначально я попробую, ну, аинский инструмент. Да, очень похоже, действительно. Да, да, да. И на хамусе. На хамусе, да. Ну, для неопытного человека, который не особо отличает звуки, я думаю, что если он нас сейчас не смотрит, просто слышит, он подумал, что это хамус звучал. Ну, да. Да. Спасибо. Тоша, знаете, что я вам скажу? За такое короткое время научиться так хорошо играть и говорить по-русски, нужно обладать хорошими данными. Мы рады, что вы интересуетесь нашей культурой. А что бы вы хотели пожелать участникам конференции? Эта конференция – это очень большие возможности для молодых ученых. Еще в России проводят много мероприятий, конференций, такие данные конференции тоже. Но для молодых человек это очень хорошо, чтобы это первый шаг в большую научную деятельность. Сатоши, спасибо большое за беседу, что пришли к нам в студию. Мы вам желаем успехов. Спасибо. Спасибо большое.